С точки зрения богословского смысла, каждая икона Богоматери с младенцем есть прежде всего свидетельство об истинности Боговоплощения, что уже есть жизнь в высшем смысле. Но для Владимирской иконы эта тема жизни и Боговоплощения особенная. Мы знаем, что еще во времена иконоборчества и доказательства с точки зрения богословской возможности и необходимости написания икон и их почитания, именно вот этот особенный жест ласки, объятий Богоматери и младенца, целования, кормления, воспринималась иконопочитателями как одно из главных доказательств истинности, реальности Боговоплощения. Эта тема реальности Боговоплощения прослеживается и в древнерусских богослужебных текстах в честь Владимирской иконы. Интересно, что именно то, что Христос истинно воплотился от Божией Матери, воспринимается в богослужебных текстах как то, что делает возможным чудотворение от иконы Богоматери Владимирской. И когда ее просят о совершении чудес, то именно вот эта тема, тема того, что Христос истинно воплотился, воспринимается как самое главное доказательство возможности совершения чудес от этой иконы. Более того, в богослужебных текстах XVI века рассказывается предание о том, что когда евангелист Лука написал икону Богоматери, он пришел благословить ее к самой Богоматери. И Богоматерь, когда увидела икону, воспела песнь «Отныне благословят меня все роды». То есть это те же самые слова, которые она произносит согласно Евангелию, когда происходит встреча с Марией Елизаветой, и, собственно, как бы становится понятным, что произошло боговоплощение, чудо. Более того, Богоматерь благословляет икону словами о том, что «Отныне мой образ с вами есть в этой иконе». То есть эта икона действительно воспринималась и в службах, и верующими традиционно, как сама Богоматерь, которая, так сказать, в этой иконе присутствует чудесным образом. И наряду, конечно, с этой темой истинности боговоплощения, истинности вот этих, которую мы особенно ощущаем, видя вот эту ласку нежную между богоматерью, младенцем, вот это целование, объятие. Наряду с этой темой присутствовали и другие очень важные понятия. Прежде всего, тема искупительной жертвы, которая существует наряду с темой боговоплощения. И едва ли не эта тема, тема истинности, страданий Господа, его искупительной жертвой, воспринималась как основная. Позже мы увидим, что на обороте существуют изображения начала XV века, престола Угутованного и орудия страстей. И именно это изображение считалось первоначальным присутствовавшим на обороте иконы и, следовательно, подкреплявшим тему будущей страданий Христа. Мы знаем, что в то время, когда создавалась икона богоматери с младенцем, Владимирское будущее, очень важна была тема страстей Христовых. Эта тема обсуждалась на соборах богословских, существовали споры и на эту тему. И в это время как раз вводятся новые страстные богослужения, целые обряды, связанные с темой страстей Христовых. И истинность боговоплощения, истинность объятий богоматери и младенца при рождении воспринималась как оборотная сторона истинности страстей Христовых. И через рождение Христа, через его боговоплощение, уже провиделись страдания Христа. И когда мы видим объятия богоматери с младенцем, мы вспоминаем слова, сказанные Симеоном богоприимцем при сретении богоматери. И тебе благословенное сердце пройдет меч, когда увидишь на кресте сына своего распятого. То есть это те слова, которые Симеон богоприимец произносит богоматери, которую приносит Христа во храм. И, наконец, очень важный смысл, который всячески обыгрывается тоже в текстах именно русских богослужебных по поводу Владимирской иконы. Мы знаем, что она несколько раз в год честовалась. Это тема заступничества. Жест богоматери, молебный, направленный ко Христу, воспринимается как близкий до Иисусному, то есть тому жесту молебному, с которым святые в изображениях до Иисуса предстоят Христу, Христу, который явится судить мир во время страшного суда. И именно этот жест богоматери, которая одновременно является и образом храма, и образом великой молитвенницы, которая способна вымолить самые страшные грехи перед своим сыном, которого она носила на руках. Как говорится в текстах, я этими руками носила тебя во младенчестве, и ныне я повиваю тебя погребальными пеленами. Вот этот постоянный параллелизм между Рождеством воплощении и искупительной жертвой, между приходом Христа в мир, его искупительной жертвой и оплакиванием, вот этот жест богоматери, который жест ласки, прижатие двух ликов друг к другу, напоминающий ее жест, когда она склоняется к мертвому Христу во гробе. Это то, что очень важно. Но то, что богоматерь – образ храма, в котором обитает Господь, одновременно и жертва, и фермосвященник этого храма, который его освящает, и говорит нам о том, что вот эта тема заступническая, вот этот жест молебной богоматери ко Христу был один из важнейших для восприятия богоматери Владимирской. И в текстах богослужебных эта тема необычайно важна. Именно заступничество богоматери ожидают для русских людей все те соборы, о которых говорится, соборы людей, и царей, и князей, и священства, и монашества, и простых людей, которые предстоят ей в молитве с просьбой о заступничестве, о совершении чуда. Совокупность всех трех вот этих смыслов богословских, о которых мы говорили, и тема истинности боговоплощения, и тема искупления Христом, совершения ему искупительной жертвы, и тема заступничества богоматерью за человеческий род перед своим сыном, все это, соединение всех трех этих тем, дают нам понимание смысла основного образа богоматери Владимирской. Икона, без сомнения, сразу была двусторонней, и об этом свидетельствует и то, что изначально и на лицевой, и на оборотной стороне были ковчеги, то есть предполагалось изображение, и то, что существовало древко переносное, и то, как описывается в сказании, то, как икона себя вела в храме, то есть она переворачивалась, то лицом к алтарю становилась, то от него как бы обратной стороной. И это говорит о том, что, конечно, икона использовалась в богослужебных процессиях, то есть ее носили по храму, и, конечно, у нее была и лицевая, и оборотная сторона сделаны были одновременно. Сейчас мы видим здесь изображение престола уготованного, то есть того престола, на который восядет Господь во время Страшного Суда, с изображением креста и орудий страстей. Это копье и губка на трости, венец терновый, гвозди. И в то же время здесь присутствует вся Троица, потому что перед нами Евангелие, которое наряду с Крестом и страстями Христовыми напоминает о присутствии Иисуса Христа и Дух Святой, поседающий на Евангелии, который напоминает о, так сказать, полноте Троицы. По всей видимости, это изображение появилось после того, как первоначальное, это большое открытие, о котором я скажу, было утрачено. Мы предполагаем во время очередного исследования технико-технологического этой иконы, которая была, осуществлялась, осуществляются такие исследования регулярно, потому что, конечно, мы должны наши памятники изучать. Икону брали на исследование специальное, выносили в реставрационную мастерскую на месяц. И путем сложных исследований на обороте иконы под вот этим изображением были обнаружены следы от более древнего, следы от оклада изображения святителя поясного с Евангелием благословляющего. Более того, тип лика святителя с широким лбом, небольшой окладистой бородой позволил предположить, что это, возможно, изображение святителя Николая, который действительно достаточно часто объединялся с образом Богоматери на двусторонних иконах. По крайней мере, мы знаем это с XIV века. И это обнаружение, это открытие замечательное ставит новые акценты в осмыслении иконы прежде всего, потому что изображение святителя на оборотной стороне – это, конечно, тема спасения, тема дарования благодати через литургическую жертву, которая есть, отображение жертвы Христа. Тема спасения, тема воссоединения праведников с Господом после страшного суда. И не случайно, что на оборотах вот этих икон, византийских некоторых, на лицевой стороне которых изображается Богоматерь с младенцем, а на обороте святителя, у святителей на амафорах есть надписи, на которых, например, пишутся такие слова «Голгофа обратилась в рай, Елена обрела благодать», то есть обретением истинного креста Елена, так сказать, открыла миру благодать Христову. И мы думаем, что вот это первоначальное изображение святителя, которое здесь было, и акцентировало вот эту тему заступническую Богоматери за человеческий род, потому что именно Богоматерь и святитель Николай считалось в древнейших текстах, начиная с IX века, объединялись как те заступники за человеческий род, которые могут вымолить у Христа прощение грешникам. И, по всей видимости, это изображение первоначальное на обороте было утрачено и забыто. И мы знаем, что около 1410 года при митрополите греки Фоти было обновление иконы. Было прежде всего, митрополит Фоти заказал на нее новый оклад с праздниками на полях, который ныне сохранился и находится отдельно в музеях Кремля. И, по всей видимости, одновременно с этим окладом была обновлена оборотная сторона. И, скорее всего, для митрополита Фоти это было не просто знак уважения, почитания святыни. Дело все в том, что в начале XV века петрополит Фоти направлялся во Владимир для того, чтобы молиться в Успенском соборе Владимира. Но что-то его задержало чудесным образом. Он уехал из Владимира в тот момент, когда на Владимир было нашествие царевича Талыча. И пострадала икона, пострадал его спутник грек Патрикий. И, видимо, не только из почтения к святыне, но и в знак избавления от этой напасти, от опасности, митрополит Фоти обновляет икону и заказывает на нее золотой оклад с праздниками. И, вероятно, одновременно обновляется оборот. И структура оборота, поверхность его очень неровная. И мы можем предполагать, что здесь действительно могут быть какие-то еще в дальнейшем предпринятые исследования. Может быть, что-то мы больше узнаем об этом обороте. Вероятно, действительно очень сильно пострадало это первоначальное изображение святителя. И по традиции, которая уже существовала в XIV веке, изображать на обороте самого чтимого в Константинополе образа богоматери Адигитри, престола с орудиями страстей, есть некоторые параллели, было заказано изображение вот этого престола с орудиями страстей, которые подчеркивают присутствие Троицы, и будущее единения праведников с Господом Благодати после Страшного Суда, о чем свидетельствуют орудия искупления, которые нам демонстрируются вместе со всем образом Пресвятой Троицы. Мы знаем, что когда Богоматерь Владимирская попадает в Москву в 1480 году, это происходит окончательно, у нее начинают, около нее, в Успецком соборе Московского Кремля, начинают поставлять великих князей. После того, как учреждается патриаршество, возникает обряд поставления патриархов, благословления Богоматери Владимирской патриархов. У иконы Богоматери Владимирской существовало богатое убранство, и у нее был особый киот, ковчег, куда перед нею клались свитки с именами претендентов в будущей патриархии. И после моления у иконы Богоматери оттуда доставался один из этих свитков, и тот, кого избрала по жребию сама Богоматерь, провозглашался патриархом. Патриарху Тихону, конечно, принадлежит особая совершенно роль в истории Богоматери Владимирской. Мы знаем, что именно он благословил взятие на реставрацию иконы Богоматери Владимирской из Успенского собора Московского Кремля в 1918 году. И это было очень важно. С одной стороны, мы получили возможность увидеть истинный облик древней святыни, ее удивительные совершенно лики, потому что, конечно, о древней живописи сохранились в основном лики Богоматери и младенцев. С другой стороны, это в высшей степени была реставрация необходимая, потому что, когда икону сняли с нее оклад, стало очевидно, что от наслоений живописных, от сгребившейся олифы живопись стала раздираться и могла быть утрачена. И по существу эта реставрация спасла древнюю живопись иконы от разрушения. И патриарх Тихон был тем человеком, который благословил это. И надо сказать, что патриарх Тихон вообще был удивительным человеком, который понимал важность изучения и реставрации древней иконописи. И у нас в архиве Третьяковской галереи хранится грамота, которой он благословил реставраторов и искусствоведов изучать древнерусскую иконопись, изучать Андрея Рублева, изучать Феофана Грека во славу великой русской истории. Время написания иконы, собственно, было подтверждено еще после первого раскрытия вот этого 18-19 годов, когда икона была раскрыта от поздних записей. Стало понятно, первым исследователем монографической этой иконы Анисимов написал, что теперь нам стало очевидно, что между временем создания иконы и жизнью евангелиста Луки прошло более чем 10 веков. То есть икона была создана в 1-3-12 веке в Константинополе, привезена на Рольс около 1130 года. Но обстоятельства этого привоза нам неясны. Мы знаем из летописей, что икона попала на Русь вместе с другой иконой, богоматерью Пирогощей, для которой князь Матислав Владимирович, по всей видимости, именно для него эта икона предназначалась, он был тогда князем киевским, строит храм для иконы богоматери Пирогощей, которая была привезена в едином корабле вместе с будущей богоматерью Владимирской. Он строит в Киеве храм богоматери Пирогощей. Но никаких таких сведений по поводу богоматери Владимирской мы не знаем. И создается впечатление, икона эта Владимирская оказывается в Выжгороде, городе Великокняжеском, оказывается в одном из монастырей или Великокняжеских храмов. Мы знаем, что в 1155 году Андрей Боголюбский, забирая икону Владимирской, увозит ее из Богородичного монастыря во Владимир. И создается впечатление, что, возможно, эта икона и предназначалась для Выжгорода. И храм для нее не сооружается, потому что был изначально некий замысел о том, где она должна находиться. Мы знаем, что князь Мстислав Великий, Мстислав Владимирович, был связан тесными династическими узами с византийским императорским двором. Мы знаем, что его дочь была отдана замуж за старшего сына Алексея Комнина, правящего императора того времени. Возможно, именно по его пожеланию были объединены на иконе в Константинополе, когда ее писали, два образа. Образ Богоматери с младенцем, ласкающие, умиление, и образы святителя Николая. Мы знаем, что в Константинополе существовали в это время несколько чтимых, чудотворных образов святителя Николая. Возможно, именно для Выжгорода предназначалась эта икона первоначально, потому что именно в Выжгороде, мы знаем это из текстов древнерусских, было особое почитание святителя Николая. Например, в «Чуде о киевском отрачате» говорится о том, о чуде спасения иконы святителя Николая на хорах Софии Киевской, говорится о том, что родители вот этого чудесно спасенного младенца ездили в Выжгород на поклонение святому Николаю. То есть это был город, где были какие-то святыни, связанные с святителем Николаем. Мы понимаем, что древние иконы, особенно с такой сложной судьбой, в которых столько слоев живописи, начиная с 1-3-12 века, 13-й век, 15-й век, 16-й, 17-й, мы понимаем, что для таких икон очень важно нахождение в постоянных климатических, температурных, влажных условиях. Когда икона получила возможность жить и богослужебной жизнью, и находиться в тех условиях, в которых мы спокойны, о ее сохранности, потому что это специальная витрина, они постоянно заботятся, реставраторы, которые следят за оптимальным температурно-влажностным режимом. Более того, сам храм наш, это храм-музей, то есть здесь те же самые условия климатические, что и на нашей экспозиции. И наша душа здесь, может быть, о ней спокойна. И, конечно, мы рады, что таким образом икона может находиться и в безопасности, и жить жизнью богослужебной.